Специалисты выражают надежду на то, что заразившиеся коронавирусом два жителя области перенесут заболевания в легкой форме, благодаря своевременному обращению. Обе пациентки проявили большую ответственность и ни с кем не контактировали по возвращению домой. Об этом было рассказано на очередном брифинге региональной службы коммуникации. В области продолжается работа в условиях усиленного карантинного режима. На данный момент развернуто 9 блокпостов, на которых осуществляется контроль въезда на территорию города. Каждый проходит специальную проверку наличия разрешения на перемещение. Мера введена на время карантина. В этих блокпостах работают сотрудники Акимата, СЭС, ответственные лица с департамента полиции города и прокуратуры. Пропускной режим будет осуществляться согласно списку утвержденных рабочей группой Акимата города Уральск. Также при наличии соответствующей бумаги или справки с места работы. Хорошие новости о состоянии заразившихся коронавирусной инфекцией. Отмечается, что обе пациентки проявили большую сознательность, отказавшись от общения с другими людьми и сразу после появления первых признаков обратились в специальные службы за помощью. Состояние обеих удовлетворительное. В провидорных госпиталях в данное время находится 90 человек. Из них 55 граждан размещены в провидорном стационаре в поселке Кумыска, 7 в поселке Байтирек. Также в карантинном стационаре Ивушка размещены 28 граждан. Состояние у всех удовлетворительное, ежедневно проходит медицинское наблюдение. Все лица, контактные лица с больными, с нашими, из них 8 человек, которые размещены в провидорном стационаре, состояние удовлетворительное. 42 находится на домашнем карантине. Ведется ежедневное медицинское наблюдение. На брифинге также было рассказано о проводимых дезинфекционных мероприятиях в областном центре. Улицы, парковые территории и другие места общего пользования обрабатываются. Что касается многоэтажных домов, то дезинфекцию должны проводить КСК при помощи жильцов. Так называемым бесхозным домам будут предоставлены материалы для дезинфекции, но провести ее жильцы должны самостоятельно. Совместно с отделом ЖКХ производится работа по дезинфекции этих домов. Соответственно, мы просим жителей этих домов, которые не обслуживают КСК, просим отнестись с пониманием. Соответственно, все работы, которые по обслуживанию содержания дома относятся к общему имуществу, просим всех совместно организовать работы по дезинфекции подъездов. Жители области просят не покидать свои дома без причины, соблюдать личную гигиену и придерживаться всех правил жизнедеятельности в условиях чрезвычайного положения. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтенбек Кабдилов, телеканал Акжаик.